Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о самых простых способах дезинфекции теплицы. Потому что это сооружение, особенно с появлением поликарбоната, появилось на каждом садовом участке. А вместе с ним появились и новые проблемы. Почему появились проблемы? Потому что если у нас была плюночная теплица, пусть она плюнка недолговечная, год-два, но было меньше вредителей и меньше болезней. Например, поликарбонатное покрытие, как бы оно долговечнее, но оно создало проблемы, что в теплице заводятся и болезни, и вредители. Какие ошибки допускают наши начинающие, опытные огородники, чтобы эти болезни и вредители сохранялись в теплице? Как от них избавиться? Сегодня мы об этом и поговорим. Ну, самое первое правило, что если у вашей теплицы появились болезни и вредители, значит, теплицу необходимо обрабатывать уже сразу же после сбора урожая. Урожай убрали, убираем сердечные остатки и, не перекапывая, сразу по свежим следам, сразу проводим дезинфекцию теплицы. Самая простая дезинфекция теплицы проводится чем? Сердной шашкой. Но это подходит в том случае, если у вашей теплицы нет деревянной, деревянное покрытие, ну, деревянные стойки. Есть уже оцинкованные или железные, значит, дымовые шашки применять нельзя, потому что окисляясь, они образуют черную кислоту и она разъедает наш каркас. Поэтому в этом случае мы воспользуемся более простым и доступным способом. Берем любое карате, кинмикс, любой препарат, который для борьбы с вредителями, или берем же тот же ксихомардан, который для борьбы с болезнями, но эти препараты мы берем в двойной-тройной дозе и тщательно смешиваем, делаем баковую смесь, если это возможно, это легко найти, такие данные и в интернете, и в справочках разных найти, смешиваем и изнутри тщательно сразу обрабатываем. Обрабатываем весь, все покрытие изнутри, обрабатываем стены и обрабатываем почву. Сделали. Значит, мы уничтожили уже на 95% то, что живет в нашей теплице из вредных объектов. Следующий способ, что будем дезинфицировать почву. Не будем заниматься пропарыванием почвы, потому что это трудоемко, и это нереально сделать. Мы займемся самым таким простым способом, который называется сидерация. Сидерация. А что сидерация? Сидераты мы можем посеять любые, с учетом того, какие культуры будут расти у нас на следующий год. Если у нас предполагаются расти перцы, расти помидоры, расти там даже огурцы, у нас сидераты без ограничения мы используем, потому что сидератов как бы родственных этим культурам нету. Поэтому любое растение подойдет как сидерата. Это может быть и горчица, это может быть и рапс, это может быть фацелия, это может быть грычиха. Ну, это и редька та же самая. Но учтите такой факт, что если вы в основе планируете учебиться, выращивать капусту рассады, то вы можете получить плохие результаты, если по сети красноцветной культуры. Тут вам подойдет или грычиха, или подойдет даже тот же овес лучше. Тогда капуста ваша не будет болеть килой, потому что возбудители килы сохраняются в Польше 7 лет. Поэтому учтите культуру, которая будет расти на следующий год в вашей теплице. Ну, а так вы поняли, что самое простое, садим сидераты, потом эти сидераты, ну, как бы, я посоветовал бы, в конце сезона, а конец сезона в наших условиях в Беларуси, это будет где-то приходится в ноябре месяц, в теплице, что почва не замерзшая. Все сидераты, мы заделываем почву. Заделываем почву, наше плодородие почвы будет только-только повышаться. А все вредные объекты, как бы, ну, сидераты, это уже культуры, как раз, на которых не живет ни колорадский жук, мы подбираем, та же фитофтора не живет на этих сидератах, которые мы подобрали. Соответственно, наша теплица самым простым способом, просто при предварительной обработке стен и последующей по щиве сидерату, а без заразицы от болезней и вредителей. И на следующий год вы будете уже иметь чистый, здоровый урожай и не хвататься за химические средства. Вы будете кушать экологически чистую продукцию. Удачи вам, хороших урожаев. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. У нас немало интересных роликов и авторов. До свидания.